Что могу сказать? Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Идет второй месяц украинского контрнаступления, но его успехи неоднозначны. По состоянию на 20 июня ВСУ освободили 9 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, но пока прорвали только первую российскую линию обороны в нескольких местах. Украинского контрнаступления ожидали еще весной, но его неоднократно переносили. В том числе из-за нехватки оружия, которое дают Украине союзники. Владимир Зеленский многократно заявлял, что оружие Украина получает значительно меньше, чем ей требуется. Аналитики неоднократно указывали на то, что Запад повышает и объемы, и технический уровень вооружений, который он поставляет в Украину, постепенно, чтобы не форсировать слишком резко красные линии, которые обозначает Кремль. Подвигая эти линии постепенно, Запад, соответственно, надеется минимизировать шанс на то, что Кремль ответит на эскалацию ядерным оружием. Но Украина терпит нехватку техники и боеприпасов даже в тех отраслях, где красные линии уже давно пересечены. Так в чем же причина? Всем привет, я Станислав Ивашкевич, и сегодня мы разбираемся в том, насколько военная поддержка Украине со стороны Запада сейчас соответствует возможностям этого самого Запада, и насколько она может в дальнейшем вырасти или, наоборот, упасть. Оборонный бюджет США в 2023 году 858 миллиардов долларов. Это в 10 с лишним раз больше, чем военный бюджет России. И вдвое больше, чем весь российский бюджет, не только военный. Казалось бы, имея такой несравнимо больший бюджет, достичь решающего перевеса над Россией в Украине в вооружениях и боеприпасах не должно было составить для Запада большого труда. Но при этом на 2023 год из американского бюджета, как пишет Deutsche Welle, на помощь украинцам выделено всего 45 миллиардов долларов. Как пишет посол Украины в США Оксана Макарова, из этой суммы только неполных 30 миллионов пойдут на военные нужды. Остальное на восстановление экономики, энергетической безопасности, на помощь беженцам и так далее. Для сравнения, на войну в Афганистане США в течение 18 лет тратили примерно по 43 миллиарда долларов в год. А на войну в Ираке по 100 миллиардов долларов в год. Правда, в Ираке и в Афганистане воевали и собственные американские войска, поэтому деньги тратились там не только на вооружение. Почему же на военную помощь Украине сейчас выделяется настолько меньше денег, когда США не ведет другой крупной войны? А что мешает Вашингтону дать Украине все необходимое оружие сразу? Для начала отметим, что военный бюджет США выглядит огромным лишь на первый взгляд. В действительности около трети его уходят на техническое обслуживание собственных вооружений. Еще около четверти на зарплаты военным, пособия, программы поддержки семей и здравоохранения. Почти четверть еще на исследования и разработку, на ядерную программу и военное строительство. А непосредственно на закупку вооружений в 23-м году выделено всего лишь 163 миллиарда долларов. Украина, напомню, должна получить в этом году без малого 30 миллиардов. Это непосредственно от США. Другими словами, закупки вооружений для Украины примерно эквивалент одной пятой от всех таких закупок для США. Уже немалая часть. Но кто-то может сказать, что можно было бы и больше, учитывая, как я уже говорил, что США не ведет сейчас другой крупной войны. Там несколько мирных операций в Африке. Давайте посмотрим, куда еще идут военные затраты США. Важная причина, почему США передают Украине всего лишь около 5% своего военного бюджета, это потенциальная угроза войны с Китаем за Тайвань. В последние годы руководство Китая усилило риторику относительно того, что Тайвань — это Китай, и он имеет право его забрать силой, если что. Там производят чипы, на которых работает все, от мобильных телефонов и компьютеров до электромобилей и умного оружия и станков. И сегодня на Тайване тайваньская компания по производству полупроводников TSMC является крупнейшим в мире производителем микросхем, а также производителем самых передовых в мире процессорных микросхем, что придает Тайваню уникальное положение. Полупроводники — это материалы, которые могут по команде то пропускать электричество, то переставать пропускать, и из них делаются компьютерные чипы. По оценке директора национальной разведки США Эрил Хейнс, потери мировой экономики при потенциальном вторжении Китая на Тайвань составят до триллиона долларов в год. Для сравнения, это ВВП 20 таких стран, как Беларусь. Ну а Тайвань, в свою очередь, это не только давний американский союзник, но он еще очень важен для мировой экономики. Президент США Джо Байден заявляет, что в случае нападения на Тайвань США будут его защищать уже напрямую своей армией. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, поручил своим военным подготовиться к захвату Тайваня к 2027 году, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли в марте этого года высказался в духе того, что не надо раздувать панику насчет опасности войны с Китаем, до этого, мол, далеко, но подчеркнул, что если хочешь мира, нужно подготовиться к войне лучше, чем геополитический соперник. А в этом у США не сказать, что прямо все хорошо. В некоторых областях военный потенциал Китая формально уже превосходит американский. Кораблей и танков, например, у китайцев на начало 2022 года было в полтора раза больше, чем у американцев, пишет Ферра Руссо с ссылкой на канал Global Analysis. Артиллерии у китайцев почти в три раза больше, чем у американцев. Понятно, что это далеко не всегда равнозначные юниты. Индийское ТВ раньше публиковало обзоры о поставках китайской техники, которая оказывалась низкого качества или устаревшей. Правда, китайский новый танк М-99 превосходит уже даже американский Абрамс по мощности пушек и скорости передвижения. Но это все пока на бумаге. Он, в отличие от американского, еще не опробован в бою. У американцев, в свою очередь, все еще втрое больше самолетов и втрое больше вертолетов. Но, в общем, разрыв в военной мощи сокращается, пишет Голос Америки. А в одной из главных технологий, которая может оказать ключевое влияние на конфликт между крупными державами, Китай уже обогнал США. И утверждает это никто иной, как бывший глава программных разработок Пентагона Николас Челли. Он как раз и подал восставку в 2021 году из-за того, что Вашингтон, по его мнению, слишком медленно финансирует главную технологическую гонку для военных. Искусственный интеллект. На первый взгляд, похоже на паникерство. Ведь сейчас на США приходится более половины всех мировых расходов на искусственный интеллект. А на Китае всего лишь около одной десятой части. В 2026 году китайские инвестиции в ИИ, искусственный интеллект, как ожидается, сократят отставание от Америки до пятикратного отставания. При условии, что вложения США тоже останутся на теперешнем уровне. То есть Китай в обозревом будущем все равно останется далеко в хвосте Америки в этой области. Основной объем инвестиций в искусственный интеллект в США идет от крупных частных IT-гигантов. Причем через организации гражданского сектора. Ну, фонды, не коммерческие, которые они основывают. 40% расходов идет на улучшение ботов для обслуживания клиентов в розничной торговле. И использование искусственного интеллекта в банковской сфере для улучшения кибербезопасности. А вот государственные военные разработчики искусственного интеллекта в США ограничиваются не только бюджетом государственным, но и этическими соображениями. Во-первых, Вашингтон не может заставить свои главные техкомпании участвовать в своих военных разработках. Китай может. А они, эти американские техгиганты, как мы знаем из заявлений, например, Илона Маска или сооснователя Apple Стива Возника, выступают категорически против бездумной гонки в разработках искусственного интеллекта, опасаясь, что безнадежного регулирования это может привести не только к восстанию машин, но и к тому, что обладатель более продвинутого искусственного интеллекта или же просто сам искусственный интеллект могут захватить и информационное пространство. Во-вторых, для обучения искусственного интеллекта нужно много объектов исследований, то есть данные обычных пользователей, что они делают в той или другой ситуации. А это может нарушать права и свободы граждан. Если вы сообщили кого-то сегодня, вы бы нам рассказали им имя людей, которые вы сообщили? Сенатур, нет. Я, наверное, не выбирал, чтобы это сделать публично здесь. Я думаю, что это может быть, что это все зависит. Твоё право в привасе, лимиты твоего права в привасе, и как много вы даете в модерненной Америке в названии, quote, «connecting people around the world». У китайцев ограничений нет. Пекин вряд ли ограничивает себя в том, чтобы тренировать свой искусственный интеллект на данных хоть всего своего населения. Ну, а в США понятно, что нарушать конституцию в вопросах приватности не так просто, как в Китае. Вообще, искусственный интеллект в военной сфере сейчас можно сравнить с гонкой ядерных разработок во время Второй мировой войны. Кто первый успеет, тот и получит неоспоримое преимущество на поле боя. Например, искусственный интеллект в гиперзвуковых ракетах, которые США и Китай тоже сейчас разрабатывают на перегонки, могут сделать эти ракеты неуязвимыми для ПВО противника. Ну, то есть ракеты с искусственным интеллектом гораздо лучше будут ориентироваться в том, как уворачиваться от ПВО. А если какое ПВО и сможет со временем достаточно быстро реагировать на то, чтобы перехватывать гиперзвуковые ракеты, то надежды на это тоже лежат в области разработок искусственного интеллекта. На 2023 год, финансовый год, Пентагон запросил рекордный бюджет на разработку искусственного интеллекта. Но некоторые эксперты считают, что этого недостаточно. И в том числе эта гонка вооружений с Китаем, которую многие в Вашингтоне считают жизненно важной для своей страны и ограничивает, соответственно, расходы, которые власти США могут выделить на военную помощь Украине. В связи с этим, принятие новых пакетов для помощи Украине становится также более затруднительно по мере того, как США входит в президентскую гонку. В этой гонке главный конкурент Джо Байдена, республиканец и экс-президент США Дональд Трамп считается более склонным к уступкам Владимиру Путину. На встрече с избирателями в мае этого года Трамп раскритиковал поставки оружия Украине. По его словам, Америка отдает слишком много оружия, в котором нуждается сама. А ранее Трамп заявлял, что США в принципе тратят слишком много денег на Украину. По его словам, это неправильно с учетом большого госдолга и других финансовых проблем в стране. Ну, то есть стандартная риторика Трампа Америка Фёст, Америка Первая. Подобной риторики придерживается и основной конкурент Байдена на роль кандидата от демократической партии Роберт Кеннеди-младший. Действующая администрация демократической партии, которая вовсю за поддержку Украине, в свою очередь вынуждена реагировать на то, что поддержка военной помощи Украине в США среди людей постепенно падает. Если год назад за нее выступали более 60% избирателей, то сейчас менее половины. Это по данным опроса Центра исследований публичной политики Associated Press. Правда, тех, кто против военной помощи Украине или тех, кто считает, что Украине дают слишком много, все еще намного меньше, чем тех, кто полностью поддерживает военную помощь Киеву. За военную помощь меньше 50, против меньше 30. То есть нет-то поддержка все еще сильная, но не такая уже подавляющая, как раньше. Плюс тех, кто против, уже больше, а это существенная часть электората. Поэтому сейчас в преддверии президентских выборов в США становится несколько труднее проводить внеочередные бюджетные пакеты для Украины. В результате Пентагону приходится иногда соскребать для Украины средства по нескольку миллиардов долларов из разных статей, как, например, во время недавнего аудита, который выявил, что благодаря бухгалтерским неточностям в подсчетах предыдущих трат для Украины высвободилось 6 лишних миллиардов долларов. И они тоже могут пойти на Украину. Еще одна ключевая проблема с западными поставками это не сами вооружения даже, а снаряды к ним. Издание The New York Times сообщало, что украинские силы выпускают в среднем по 7700 артиллерийских снарядов в день. В результате только за первые 8 месяцев после вторжения России украинские силы использовали запасы зенитных ракет Stinger за 13 лет и ракет Javelin за 5 лет производства. Исследование, проведенное Центром стратегических и международных исследований, показывает, что текущей производительности американских заводов может быть недостаточно, чтобы предотвратить истощение запасов этих ключевых товаров, которые Соединенные Штаты поставляют Украине. И даже при ускоренных темпах производства вероятно потребуется не менее 5 лет, чтобы восстановить эти запасы. Ну, то есть, получается, запасы истощаются, Запад производит больше оружия, но Украина тратит еще больше и в какой-то момент может догнать до того пункта, где просто не будет чего поставить Украине. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинским военным придется применять меньше оружия на поле боя из-за того, что в западных странах истощаются арсеналы. В Евросоюзе тоже наблюдается дефицит боеприпасов. И в первую очередь из-за нехватки сырья для изготовления пороха. Поэтому Европа и не может быстро поставлять боеприпасы в Украину вне зависимости от того, какие бюджеты на это выделены. Очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно крупнокалиберных, за короткое время. Новый артиллерийский завод – это очень просто. Но как производить больше артиллерийских снарядов без сырья? Здесь Ержихинок имеет в виду основной ингредиент пороха – нитроцеллюлозу. Ну и еще некоторые. Нитроцеллюлоза – это основной ингредиент пороха. В статье Financial Times европейские производители видят перспективы в поставках ингредиентов из Индии, Кореи и других стран. В Европе самой его недостаточно. По данным Remix, со ссылкой на Develte, самым важным поставщиком материалов для изготовления пороха является Китай. И практически все крупные европейские производители оружия до войны в Украине импортировали нитроцеллюлозу для пороха из Китая. Поставки замедлились после пандемии. От размещения заказа до доставки могло пройти до 9 месяцев. А после начала войны в Украине Китай стал намеренно ограничивать эти поставки в Европу. Раньше крупнейшим экспортером готового уже пороха были Соединенные Штаты. Но в 2021 году единственный американский пороховой завод в Луизиане взорвался. И сегодня США импортируют готовый порох из Великобритании, того же Китая и Индии. Китай, кстати, кроме компонентов пороха нитроцеллюлозы тоже производит его и в готовом виде. Но не поставляет конечный продукт официально ни в Россию, ни в Европу. Ну, говорит, что держит нейтралитет. Хотя, по данным The New York Times, Китай тайно передает порох России. В марте 2023 года стало известно, что ЕС выделит до полумиллиарда евро на поддержку собственных производителей боеприпасов, чтобы выполнить обязательства перед Украиной и поставить миллион снарядов в течение следующих 12 месяцев. Правительство Румынии уже заявило, что ведет переговоры с американскими и южнокорейскими компаниями о том, чтобы построить пороховой завод у себя. Последний такой завод в Румынии был закрыт в 2004 году. И тут есть еще какой момент. Политики призывают европейские оборонные компании производить больше вооружений для помощи Украине. Но компании хотят гарантии от правительства и долгосрочные контракты на поставки, чтобы не пригореть на инвестициях в дополнительные мощности. Но политики им в этом местами отказывают. Говорят, не будем мы у вас покупать столько же снарядов, когда закончится война в Украине. Среди прочего, потому что в мирное время негде хранить столько боеприпасов, сколько съедает война каждый день. Их просто не будет куда деть. А если просто гарантировать производителям выплаты? Ну то есть правительство скажет, хорошо, мы вам закупим столько снарядов, сколько будет надо, а когда нам уже будет не надо, мы все равно какое-то время будем продолжать платить. Это политически неприемлемо для многих, потому что многие политики и так считают, что оборонные предприятия и так получают сейчас сверхприбыли из-за войны. Поэтому производственные мощности, техники боеприпасов наращиваются гораздо медленнее, чем хотелось бы Киеву и его союзникам. Итак, к чему мы пришли в результате исследования вот этих разных аспектов? Нарастить поставки вооружений Киеву, кроме закулисных политических факторов, которые мы не можем полностью знать, мешают еще и технические причины. А также то, что огромные западные военные бюджеты идут в основном на удержание собственных вооруженных сил, а на закупки у них остается сравнительно мало денег по сравнению со всем бюджетом, а существенная часть из этих денег еще в случае США идет на гонку вооружений с Китаем. С другой стороны, даже нынешние западные поставки Украине, хоть пока и недостаточны, чтобы резко дать Украине категорический перевес на поле боя, постепенно все-таки сокращают технический изначальный перевес России. Также в пользу Украины общественная поддержка военной помощи Украине на Западе сокращается, как и в любой войне со временем, но тех, кто за эту поддержку все еще намного больше, чем тех, кто против. И даже если в США победит Дональд Трамп, которого многие аналитики называют сторонником уступа к Владимиру Путину, одного его желания будет недостаточно, чтобы резко прекратить или радикально уменьшить помощь Украине. Поэтому при прочих равных со временем военное преимущество Украины должно, по идее, продолжать нарастать. Правда, Россия тоже не стоит на месте в вопросе пополнения техникой и боеприпасами, равно как ее союзник Александр Лукашенко. Правда, ранее многие западные аналитики невысоко оценивали возможности России кардинально нарастить дополнительные мощности по производству вооружений и боеприпасов. Но оценить трудно, потому что данные об усилиях и разработках России и Беларуси в этой области с большего засекречены. Хотя кое-что из этих секретов Белорусскому расследовательскому центру удалось разузнать. Расследование об этом смотрите на канале БРЦ через несколько недель. Следите за YouTube-каналом Белорусского расследовательского центра и напишите в комментариях, что вы думаете, удастся ли Украине при всех этих условиях отвоевать еще существенных частей территории, которых раньше захватила Россия. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи!